Спасибо, что нашли время для этой встречи. Я знаю, что у вас, господин президент, давние отношения с президентом Путиным. Скажите, пожалуйста, вы видите сейчас, разговариваете чаще, и что сейчас происходит с вашими отношениями? Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой, но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Это, как-то я однажды сказал, что такой уровень взаимоотношений, как между президентом Беларуси и Россией, нет ни у кого. Это, во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу, поэтому проблем практически нет в общении. Как бы вы описали состояние президента Путина сейчас? Это не то, что вы думаете на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек, как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек. Путин так и не одерживает пока победы на Украине. Изменилось ли что-то в его поведении? Не кажется ли вам, что он напряжен? Может быть, он нервничает, испытывает давление? Он ведь президент огромной страны. Всегда ты испытываешь какое-то напряжение. Это я вам говорю как президент. Что касается украинского конфликта, то, что вы говорите, он там не одерживает победу. Но в этой войне и вы не одерживаете победу. 50 государств сегодня, по-моему, около 50 воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. И вы знаете, бесперспективность развития в нынешней ситуации, как это складывается, ситуация в Украине, признают и некоторые члены НАТО. А много таких. Ну, возьмите, допустим, Турцию. Вот мы вчера встречались с президентом Эрдеганом, договорились, что в ближайшее время мы на высоком уровне проведем переговоры. В том числе будем затрагивать вопрос Украины. Такой визит будет с моей стороны в Анкару. Я заметил, что и президент Эрдоган, одна из ключевых стран в НАТО, они не в восторге от того, что происходит. И постоянно намекают на то, что даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться. Поэтому надо было бы, прежде всего, Соединенным Штатам Америки подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять в Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия. Тем более, ход ситуации на фронте, никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят. То, в каком состоянии находится президент Путин, очень важно для стран Запада. Вы знаете его, пожалуй, лучше всех. Как вы думаете, велика вероятность, что он использует ядерное оружие? Вы знаете, самое главное, это аксиома, это не только, я так говорю, самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Если вы загоняете человека или страну, несколько человек загоняете в угол, то выход оттуда один, только вперед. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, ну, любое оружие для чего-то же создается. Если это есть оружие, ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию. Не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации. В этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия. Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России, не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. По последним дням заметили, несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самым современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия. Но встает вопрос, кому это выгодно, зачем это нужно. Погибнут уже не тысячи людей, а сотни тысяч людей со стороны Украины в том числе. Поэтому о применении ядерного оружия, я уже смотрю, некоторые лидеры ядерных государств начали об этом говорить, по-моему, в Великобритании не единожды, Макрон начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты. Если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством, потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, по президенту Путина, никто не ставит так вопросы и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю. Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для Соединенных Штатов Америки. И вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия, не догадываетесь кто? Чтобы это было для вас риторическим вопросом, я вам скажу, Польша, она провоцирует вас, Соединенные Штаты Америки, на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Увы, крупная технологичная страна, Соединенные Штаты Америки, не надо плясать под дудку обезумевших политиков. Есть ядерное оружие, пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, цепная реакция. С другой стороны, последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров. Позволите мне задать еще два вопроса. Что вы хотели спросить еще? Всего два вопроса. Я знаю, что вы очень заняты. Присоединится ли Беларусь к специальной военной операции? Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не были нанесены через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было. Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев. И больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам прибывает по 400, по 500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше. Понимаю, у вас немного времени, но еще всего один вопрос. Вы знаете, что украинцы сейчас рассказывают о массовых захоронениях, о пытках и о том, что гражданское население становится основными жертвами и основной мишенью в этом конфликте? Как в такой ситуации можно голосовать против резолюции ООН, которая осуждает действия России? Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, о преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. И в ходе этой войны всякое возможно. В том числе то, о чем вы сказали. Поэтому надо не разговаривать о том, как плохо. Мы знаем, что плохо. Война – это всегда плохо. А надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Наверное, это нормальная формула. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь в трех раз. Он не самостоятельный. А сегодня фейки забрасывать. Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга – не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские. Они в чем не повидны. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт. Господин президент, мы очень признательны, что вы уделили нам время. Все зависит от Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели...